В открытом чемпионате и первенстве города приняли участие воспитанники спортивных школ не только курорта, а также из Хадыжинска, Новокубанска, Геленджика и Республики Абхазия. Возраст их вандистов от 6 лет и старше. Но среди них есть уже обладатели черных поясов. Пока это детский, так называемый первый пхум. Но после 15 лет спортсмену присваивается автоматический первый дан. Всего их 9. Анжелика Устян занимается этим видом спорта пока только два года. Но усердные тренировки и хорошие результаты на турнирах принесли ей уже желтый пояс. Как и у каждого спортсмена, у нее есть свои правила поведения на даянге. Перед тем, как выйти на даянге, я сохраняла спокойствие. И для того, чтобы выполнить все упражнения, все удары четко, спокойно, чтобы было все верно. А в конце уже посмотрим, как судьи решат, как говорится, побить сильнейших. На этом турнире спортсменам необходимо было представить два вида программы. Формальный комплекс хьонги, где тхэквондисты пошагово демонстрируют изученную технику боевого искусства. А также масоги, то есть спарринг, где спортсмены ведут непосредственный бой. Дети спаррингуются в весовых категориях различных, весовых и возрастных. Хьонги тоже самое. Они разделены на возрастные категории и разделены на категории по поясам. Чемпионаты первенства города прошли в течение двух дней. Больше всего медалей завоевали спортсмены из Сочи. Сильнейшие тхэквондисты отправятся в конце апреля на чемпионат Краснодарского края.